А при начальном ролика хочу поставить хороший канал Хабибов, он снимает ролики на Amazon Replay 1 сервер, на его канале вышло новое видео, всем советую посмотреть, снимать воды контента именно обряда имущества и казино, так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании, всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, мы сегодня мы играем в каминалочку на сервере Amazon Replay 1 сервер, мой ник здесь Кирилл Путбуль, не забывайте видеть мой ник при регистрации, так сегодня пацаны с Буиндаля Бойщика, но перед этим пацаны, блядь я вчера записывал Буиндаля Бойщика, записал охуительную серию просто, и знаете что, не записался звук, сука, это пиздец, я за серию, блядь, сделал 5 рейсов, 5, мать его, рейсов, понимаете, это пиздец, это просто, посмотрите, как я вкачался просто, сейчас G, скилл, смотрите, просто, у меня, я докачался до 6 уровня, блин, пиздец просто, я тупо на серию докачался до 6 уровня, и там не записался звук, реально, серия охуительная вышла, пацаны, но, к сожалению, вы ее не сможете увидеть, да, но давайте поддержите меня лайком, пацаны, чтобы я не расстраивался, продолжал снимать дальше Буиндаля Бойщика, и давайте наберем на этой серии 100 лайков, и я солью, кстати, модельку своего по Урал Некс, который у меня, короче, стоит на заменке, денег у меня сейчас только на аренду есть, потому что я все потратил, кто не в курсе, я словил бизнес, еще, кстати, магазин одежды в Арзамасе, словил этот бизнес, я хотел еще закупиться ремками в нашем 24 на 7 семейном, на Рублевке, ну, блядь, у меня нету денег, поэтому, у меня вроде были ремки, поэтому не будем сильно, блядь, только не этот прицеп, фу, ух, я так не вижу прицеп магнит, сука, он такой конченый просто, реально, я бы просто ненавижу этот прицеп, сегодня, пацаны, тоже постараюсь сделать, какого хуя-то не взялось, сука, блядь, извиняюсь за бомбеж, пацаны, ну, просто, у меня, просто, я вчера охренел, когда начал монтировать видос, а, блядь, там звук не записался, а летчик поинт, блядь, ты возьмешься или нет, все, заебись, начал монтировать, а там звука нету, такая серия охуенно вышла, да, на минут 20 вышла, но серия реально получилась очень годная, серьезно, очень охуенная, очень годная, я тупо сделал 5 рейсов за одну серию, чтобы понимали, я думаю, это достойно, поддержите меня, пацаны, лайками, я не знаю, снимать будем вообще дальнобойщика, потому что, ну, там, по 700 просмотров, там, по 70 лайков, ну, такое, знаете, я не уверен, что вам это нравится, но, если нравится, то пишите в комментариях и ставьте, в принципе, лайки, я думаю, это будет круто, что-то меня пингует, фуру мой, пингует, что-то лагает, собака, или у меня пинг, а, у меня пинг 76, ммм, прикольно, блядь, ладно, поехали в порт, уже там, думаю, продолжим, так, вот я приехал на загрузку, пацаны, я постараюсь в этой серии сделать 6 рейсов, то есть, постараюсь вкачать 7 уровень дальнобойщика, поэтому, блядь, на лукас и поставьте, я не знаю, получится ли у меня сделать 6 рейсов, если все будет хорошо идти, как по массу, то есть, никто не будет мешать и так далее, то я сделаю 6 рейсов за серию, постараюсь, конечно, я не буду снимать все маршруты, чтобы серия не была длинной, у меня пинг, что-то, блядь, поднялся, 76, пизда, и сервер как-то лагает, у меня даже фары не включаются, я вот фары пытаюсь включить, ни хрена, и машина через КТРЛ не заводится, только через ЕН, и как-то машину несет вообще, это очень хреново, на самом деле, как-то, да, так, в батарею она выпала, заебись, вот если будет, пацан, в батарею упадать, я помню, у меня где-то дня 3 назад, машина не заводится, сейчас КТРЛ, где-то дня 3 назад, короче, 10 раз подряд выпали рейсы в батарею, это было просто охуенно, я так быстро вкачался, благодаря этому, то, что мне только в батарею упадало, это реально было круто, надеюсь, сегодня у нас будет то же самое, если у нас выпадет хотя бы 6 рейсов в батарею подряд, то это будет очень круто, потому что желания ехать в южный у меня вообще нету, поэтому надеюсь, что нам попадать будет только в батарею, на самом деле, я вот работаю не только на сериях, но и вне сериях, я вон в день делаю где-то по 5 рейсов, по 5-10 рейсов я делаю в день, короче, поэтому я качаюсь, я хочу уже до 15 уровня дальнобойщика, чтобы ездить уже на КАМАЗе, очень мне этого хочется, поэтому я буду стараться быстрее качаться, ну и если вы будете ставить лайки, то есть вам будут нравиться больше дальнобойщика, будете тем самым меня мотивировать, чтобы если мы будем дальнобойщика, я катал рейсы, и тем самым я смогу, наверное, быстрее даже прокачаться, так, не будем фитофор сносить, аккуратненько приедем, блядь, рыжик ебучий, сука, блядь, лагающий, блядь, он банет у меня сейчас, блядь, заебались, сука, ты, блядь, рыжайничая, сука, ебучая, блядь, ну, чё ты хочешь, блядь, купи нахуй, компуктер нормальный, шо, э, иди в пизду, э, вы видели, как он лагал, блядь, у меня пинг 68, мне нормальный еще пинг, это он так лагает, бля, это будет самый трудный рейс, пацаны, потому что машина даже не тормозит, я не знаю, что серваком, по-моему, это сервак лагает, либо у меня пинг такой большой, но, понимаете, я бы мог сейчас пойти, зационал фуру, возможно, ну, точнее, перезайти, взять зационал фуру, возможно, это бы прошло, но у меня нету денег, чтобы фурой не давать, поэтому, по-любому, нужно ехать хотя бы один рейс, но я постараюсь, пацаны, не буду релохаться, не хочу я этого делать, просто на поворотах даже машину начинать нести, вот это очень хреново, так, о, на лесопилку, вообще изи, вот это я понимаю, пацаны, блин, если бы пацаны выпадало бы на лесопилку, вот видите, сука, через катерел не заводится, скотина, так херит просто, блин, когда они уже мод нормально оптимизируют, серьезно, либо это у меня, ну, скорее всего, блин, я не знаю, ну, у меня раньше все нормально было, у меня бывает что-то, пинг у меня всегда, по-моему, был 63, 69 максимум, 67, видите, это нормальный пинг, у нас чувака вообще 208, смотрите, как машина начинает пинговать, вообще, они уже не пингуют, реально, блин, реально херит, вот это реально херит просто, вот, смотрите, пингует меня как, аж улетел, сука, смотрите, пингует как машину, смотрите, смотрите, я даже клавиатуру не трогаю, все, пизда, нахуй, просто, блять, пизда, я просто вахую, я реально просто, блять, ва-ху-е, пожалуйста, пусть машина выгрузится, я просто умоляю, потому что у меня денег нету, чтобы потом арендовать, просто, это пиздец, увидели, как меня пингануло, просто, но это, скорее всего, записалось, вы должны находиться, а-ху-е-но, тупо фура с прицепом взорвались, к хуям, просто, вы сами видели, это пинг, пацаны, это, блять, называется пинг, ай, блин, придется, наверное, собчика деньги брать, что делать, фура не давать, ну да, 260 тысяч есть, в принципе, я возьму 5 тысяч, чтобы тупо машину просто рендовать, и все, ладно, пацаны, придется релохнуться, и уже ехать обратно в банк, снимать 5 тысяч, и брать фуру, минуточку внимания, хочу поставить вам свой бизнес, мой бизнес, это магазин одежды в городе Арзамас, найти его можно легко, он находится недалеко от вокзала Арзамаса, прям за мостом, также вы можете найти его в GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 3 снизу, магазин одежды, здесь вы сможете купить одежду на любой вкус и кошелек, вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайте. Так, все, я перешел, прилетел в банк, там не надо еще что бомбить, я знаю, я говорил, что я никогда не снимаю деньги из сообщака семьи, но выбора нету, я потом положу их обратно, я как бы сделаю пару рейсов и положу их обратно, если что. Так, вообще, семьи взять, 5 тысяч возьму, и все. Если бы у меня были деньги, конечно бы я не брал, вы сами понимаете, что, ну, блядь, бывает, что пинханул у меня, блядь, машина просто в говнище, и все. Блин, что они сделали, парковку для вертолетов, вдруг я такой мажор, что я на вертолете. Так, давайте, значит, здесь парканемся. Во, идеально просто, мастер парковки. Так, вроде бы нормально, у меня пинг сейчас не лагает. Все, здесь парканем наш вертолет семейный, и погнали возьмем фуру. Ну, как я буду ехать в порт, я не буду снимать, потому что, ну, вы это уже видели, в принципе. Когда уже загружусь, там уже, да, продолжим. Так, пацан, дре, короче, загрузился я, выпало мне на шахту у враговича. Пизда, нет, не давите меня, ебаный кран, блядь. Так, поехали, короче, советую, пацаны, всем, кстати, это радио, сейчас, сейчас, реклама, пацаны, реклама. Так, сейчас, сейчас, вот, вот, вот этот, на, нахоз, радио, пацаны, охуенный музон играет, я только что вообще там, качал, блядь, нихуя себе, там качает, короче. Всем советую, когда работаю на доработчиках, то слушайте это радио. Рекорд, да, конечно, тоже заебись, но здесь музончик без всякой хуни, вот это, типа, там, приветы, хуеты, вот эти, блядь, нахуй на надо. Поэтому, всем советую это радио. Все, погнали на шахту, короче, и будем качать скиллы. Ну, вы поняли, да, все, погнали. Передаю привет, пацаны, с Фомы, короче, Даня Путбуль, Ярик Водила, короче, да, Максим Варенов, 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 не знаю, как правильно, Саня Путбуль, короче, всем тут привет, сейчас, вот так. Вот всем пацанам привет, там, Дмитрий БМВ, Максон, там, Максим, Серго, Максим, Никита, там, всем, пацаны, привет, короче. Ну, и под традицией показываю пацанчиков, которые помогают Фоме, а именно, господин Прайт, Серго Фрэш, Ярик Водила и Арман. Арман просто, я не могу, потому что, прочитать, поэтому просто Арман. Так, меня, блядь, Рыжик, сука, вдебался, у меня прицеп отцепился, все, погнали, пацаны. Получается, с шахты меня отправили на ручки в Арзамазь, поэтому мы сюда и едем, короче. Я не вижу смысла полностью, прям, полностью рейс снимать, потому что в этом нет смысла, пацаны. Я думаю, вы сами прекрасно знаете эти рейсы, но как я качаюсь, пацаны, вот это интересно, реально. Вот это интересно, и, кстати, вон мой магазин одежды, пацаны, мой, мой, мой любименький, вон, 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 да, пацаны. Если что, закупайтесь там, короче, да. Погнали, сейчас выгрузимся и поедем еще за рейсом. Надеюсь, мы сегодня вкачаем седьмой уровень дальнобойщика. Так, вот, я получил свои кровные СМ-100, и мы можем ехать, в принципе, дальше загружаться. Надеюсь, там будет выпадать рейс только бодрил, потому что мы так быстрее прокачаемся. Потому что на ту серию, какая, пацаны, не вышла, какую я записывал, два часа я записывал, понимаете, и там не записался звук. Два часа я записывал эту серию, она вышла очень охуенной, но, к сожалению, звук не записался, да. Поэтому приходится вот, ну, как перезаписывать, не перезаписывать, а по-другому же снимать. Ну, ладно, фиг с ним. Все, погнали, пацаны, за следующим рейсом. Пацан Дре выпал в батыреву обратно, заебок, заебок. Все, заебись. Если будет выпадать только в батыреву, пацаны, все будет прям как по масличку. Прям вкачаем сегодня седьмой уровень, прям на серию, и будет заебись, короче, да. Ну, в батырево уже ехал, поэтому смысла записывать, я думаю, нету, то, как я буду ехать в батырево, потому что увидели в начале, как я ехал в батырево, загружался там и так далее. Поэтому встретимся уже, наверное, на последней точке выгрузки. Ну, как я говорил, пацаны, в батырево загрузились, на листырубах, точнее, в фортуре загрузились, в батырево выгрузились, и на листырубах выгрузились. Все, заебись, сейчас получим свои кровные СМ-100, и поехали обратно брать рейс. Так, аккуратненько, только надо выехать, вот так вот, все, я всегда так выезжаю, короче, так, оп. Все, погнали теперь в порт, обратно загружаться, и посмотрим, куда она выпадет. Надеюсь, только не в южный, пожалуйста. Все, полетели, бля! Можете меня поздравить, господа, обратно в батырево. Все идет как надо, блядь. Накрутили мне рейсы дальнобойщиков, админы, по-любому, по-любому. Ладно, я шучу. Что-то настроение вообще охуенное, реально охуительное, охуевшее просто настроение. Поэтому, я думаю, серия получится весь, все ленькое такое. Я пытаюсь на позитив быть, потому что у меня реально хорошее настроение, поэтому... Я дарю его вам, свое охуенное настроение, и... Ставьте лайки, да? Охуенно я, блядь, перевел стрелку на лайки, вообще, красавчик, блядь, уважуха. Но также я не буду снимать, как я, блядь, сейчас буду загружаться... Точнее, выгружаться в батырево. Если выпадет в Арзамас, тогда уже буду снимать. А так, если на ресепилку, братан, то смысла снимать нету, то же самое, постоянно те же самые рейсы. Я думаю, понимаете, поэтому погнали, блядь. Так, пацан, древ, все-таки выпало, короче, в Арзамас 24 на 7. Я не стал записывать, как я буду там ехать через заправку, через этот. Я решу, когда буду подержать, уже буду записывать. Вот, в принципе, я подержаю. Мой магазин одежды, пацаны, намек понятен. Да-да-да-да-да-да-да-да, закупаемся, закупаемся. Так, погнали. Сейчас вырузимся быстренько. Это, получается, третий рейс полноценный. Ну, мы сделали три с половиной рейса почти. Блядь, ебаный хуй. Ебаная клумба, блядь, тяжелая. Так, давайте, значит, вот сюда встанем, чтобы туда не заезжать. Вот так вот. Можно. О, все, заебись. Все, ждем и едем дальше. Бать тут возле ФСБ просто мясо, блядь. Хуй, проедешь нормально. Реально, я не знаю, что-то происходит. Глобальная рпшка или ху, знает. Машин до хуища, взрывы. Я проезжал, тут такой пиздец творится. Типа ФСБ штурмует ВЧ или ВЧ штурмует ФСБ. Непонятно, зачем, что, как. Пиздец, конечно. Да. Там, конечно, проходит полное мясо. Ну, а мы едем на загрузку. Погнали. И снова выпадает Батырева. Батырева-ку. Влад Реал, привет тебе, если что. Так, я сейчас красивенько так между... Оп, 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 оп. Давай, давай, погнали, ёпта. Заебись обратно в батырьки, пацаны. Еще нужно два рейса, получается. Ну, это... Вот, это... Короче, три рейса надо сделать. Это третий рейс. Еще надо три рейса сделать. И официально могу заявить, что я уже седьмой уровень дальнобойщика. Ну, что ж, погнали. Я думаю, не будем записывать обратно в батырьку. В принципе, это все вам, думаю, понятно. Погнали. Так, давайте чувака починим, наверное. Все, он дверь откроет, конечно. Давай, ёпта, открой дверь. У меня ремка была вроде. Так, репарь, карь. Так, здесь звуки радио, конечно. Все, погнали дальше. У меня у Паварейс обратно в Азамас, поэтому я не стал его записывать. Бля, я, кстати, тупанул, короче. Я думал, что я его починил, но нет. Я потом увидел, что ремка не сработала, типа. Потому что у меня ее нету. Я потом команду Кейт прописал, короче. И где-то мне написало. А вот. Вам выдан ремкомплект, аптечка, канистры, короче. Я, конечно, закинул фуру. Потому что бенза мало было. И починил его. И еще две ремки у меня есть, короче. И мы еще получаем 7000. Погнали. Следующий рейс, пацаны. Полетели, ёпта. Эх, пацаны. Все пошло по пизде, короче. Мне в Южную выпало. Так, нам нужно еще два рейса сделать. То есть этот и еще один. И все, у нас будет, получается, шестой. Ой, седьмой уровень дальнобойщика. Я думаю, это круто. На самом деле, я уже заебался немного ездить. Потому что я уже езжу примерно два часа. Ну, как два часа. Пока я вот это у меня пинг был. Пока меня это. Пока я доехал, короче. Ну, поняли, короче. Долго уже это все делается. Серью долго записываю. Записываю. Но специально заставляю для вас, пацаны. Поэтому не забывайте про лайкосики. Будем ехать сейчас в Южную. И потом поедем, наверное, если выпадет. Ну, скорее всего, выпадет, наверное. Хотя, если выпадет на лесопилку. Мне на лесопилку выпадало. То будет круто. А если в Арзамас. То поедем уже, наверное, через Рыжевск. Получается. Так, пацаны. Я первую точку выгрузил. Теперь нам нужно ехать на лесопилочку. Вообще заебись. Я думал, нужно будет в Арзамас ехать. Но выпало на лесопилку. Вообще по кайфу. Поэтому будем ехать именно туда. Так, пацан, Дрея. Вот он, последний рейс. Батырево. Фух. Это у меня получается сейчас G-Skill. 29 из 30. Да, последний рейс, пацаны. Сейчас апнем в седьмой уровень для бойщика. Это очень круто. В принципе. Фух. Конечно, подзаебался немножко. Работать уже больше двух часов. Записываю эту серию именно. Это на самом деле пиздец. Или не больше двух часов. Я не помню. Хотя может и больше. Не, не, не больше двух часов. Где-то полтора, наверное. Я не помню, сколько я начал снимать. Надо будет посмотреть. Я просто не помню. Ну, где-то да, два часа примерно. Это, конечно, жёстко, да. Ну, час точно есть, блин. Я так немножко подзаебался на самом деле. Ну, ладно. Всё ради вас, пацаны. Чтобы серия получилась охуенной. Чтобы, возможно, у нас появилась мотивация тоже ебашь. Те дальнобойщики, как я. Поэтому, погнали. Так, мне уже написала. Ваш уровень мастерства работы был повышен. G-Skill. И у нас последняя точка, пацаны. Это лесорубы. Точнее, лесопилка. Хотя, лесорубы и лесопилы. Ну, то же самое, вы поняли, короче. Остался последний рейс. Точнее, последний... Конечный, короче, точка. И мы уже апнули седьмой уровень. Сейчас мы доедем уже, получим свои бабки. Я вам покажу, что действительно я уже седьмой уровень. Фух, трудом, конечно, далась мне эта серия. Потому что, ну, я в основном серии не записываю такие длинные. Как бы, у меня на серию уходит там максимум... На обычную серию уходит там, ну, полчаса. Но никак не час и больше. А тут, блин, я специально для вас постарался, чтобы вкачать этот седьмой уровень дальнобойщика. Чтобы он был... Так, пишем G-Skill уже. И да, у меня дальнобойщик седьмой уровень, пацаны. Это реально охуенно, я думаю. Фух, конечно, устал я, блин. Надеюсь на ваши лайки, реально. Надеюсь, реально на ваши лайкосики, в принципе. Так, давайте починим нашу фуру. Как раз же... Сейчас нам дадут 7 тысяч. А ну, кстати, посмотрите, сколько нам сейчас заплатят. Мне платили 7100. Сколько нам сейчас заплатят? Насколько увеличилась моя зарплата, мне интересно. На 350 рублей. Ну, всё же, нормально, чё. Всё, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok